всем 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 привет ребят продолжаем нашу серию роликов курса молодого бойца сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить по поводу героев это будет базовый ролик поэтому я думаю понимаете что здесь будет а для тех кто у нас новички ребята погнали итак героя это ну довольно такие самые наверное очень важная составляющая часть нашей игры да вот эти вот карточки с героями и соответственно их прокачка хорошие связки героев соответственно хорошие герои будут вам приносить победы в битвах вот ну соответственно если вы будете встречать таких героев то возможно вас будут побеждать поэтому здесь нужно акцентировать внимание очень и очень внимательно вот поэтому что здесь у нас для начала самое самое простое примитивно у нас есть два типа героев два типа да то есть это герои битвы которые у нас воюют в наших бтр их находится вот они у нас перед вами сейчас вот меня в построении ну и вот у нас есть вкладка сверху битва на то есть герои битвы вот и есть герои развития эти герои их можно посадить в бтр естественно у них там ничего не будет хорошего получаться но это герои которые у нас должны находиться в базе и всячески способствовать ее развитию здесь тоже как видите есть герои разных цветов вот соответственно здесь вот тоже очень и очень много моментов ну давайте быстро и вкратце и пройдемся по ним что у нас здесь есть у нас здесь есть инструктора что самое важное вот они у нас и вот они у нас синего из золотого оранжевого цвета да по возможности когда у вас будет получаться этих героев нужно заиметь сложнее всего конечно же прокачивать оранжевых потому что нужно дубле этих героев и немало для того чтобы по открывать им нужны навыки а нужны навыки у нас первую очередь это скорость тренировки наших войск чтобы могли тренировать быстрее да то есть вот этот навык и вот это вот ну и соответственно заиметь синие героев таких же их заиметь намного проще они появляются в магазине жетонов стоит всего лишь 100 жетонов за героя никакие дубли не нужны бонусы здесь маленькие но они есть вот дальше есть герои соответственно ресурс герой который до приносит вам бонус в производстве определенных ресурсов да то есть еда лес деньги допустим да такие же зеленые там синие и соответственно фиолетовые это герои ну как вам так сказать не настолько важно чтобы на них заморачиваться и тратить допустим жетоны выпали хорошо не выпали ничего страшного поверьте те то количество ресурсов которые вам будет нужно в дальнейшем для вашей базы в принципе на финальных этапах прокачки они помогать большого бонуса не дадут вы все равно эти ресурсы быть получать за счет фирм это однозначно поэтому ну есть хорошо нет ничего страшного что еще есть такие у своего рода специальный герой допустим глава торгового союза да который будет давать бонусы к вашему вертолету ничего не могу сказать что прям сильно по не полезны но разве что вместе своим синим другом так сказать можно за счет нескольких навыков уменьшить время абсурции вертолета да и он будет вам просто на базу прилетать чаще вот не сильно решающих фактор для базы но тоже есть есть фронтовой врач такой же есть еще соответственно синий вот он здесь и зеленый тоже неплохо в плане лечения ускорение лечения плане соответственно расширение госпиталей да то есть несколько может взять мешать вашей госпиталя неплохие герои но тоже не критично но в принципе не знаю я особо не заморачивался чтобы их там получать прям вот они прям нужны торговец это наш банкир вместе с синим соответственно они могут увеличить вам производство наличных полезности безумно мало потому что производство довольно таки небольшое если конечно бы их получать в самом начале игры сразу же фуловых пока вас база еще только развивается на там будут цифры довольно-таки значительно потому что в принципе на начальных этапах ваша база довольно-таки много не просит да там и денег и ресурсов на более финальных стадиях как раз когда ноги и докачивают они уже собороли не будут играть вот ну и соответственно есть еще вот такие вот специальные герои это строители синий и оранжевый так сказать здесь очень важная особенность очень многие на этом не то чтобы попадаются но сталкивается с этим и сейчас сталкивается этим вопросом в случае я тоже столкнулся когда начинал эту игру чтобы этих героев использовать нужно иметь вот такое вот здание это называется бюро строительства вот его нужно построить займите хотя бы один раз и все чему говорю один раз потому что правильно потому что данное здание появляется только если вы хотя бы один раз купите себе снабжение на месяц то у вас откроется два новых здания ну и плюс плюшки в этом некоторые получить потом подписку можно не брать здание останется как видите да как у меня сейчас работать она не будет но размещенные там герои строители бонусы свои давать будут и работать тоже будут вот это такой момент да то есть герой по сути неплохие да ускоряет немного строительства уменьшают ресурсы поэтому на начальных этапах развития да но получить этих героев довольно таки сложно в наймах их нет поэтому обычно они только вот в первоначальных планах развития здесь не бывает помню там и есть там есть купоны героев я не помню есть они там или нет в плане выбора но по-моему даже вот он до легендарный герой развития прошу прощения вот такого плана только их можно быстро собрать если вы будете покупать еще планы развития вот но это такое это отвлечение от темы вот соответственно переходим дальше вкладка боевые герои герои битвы самые важные герои что здесь но для начала тоже есть разделение на 10 разделения на зеленый цвет на синий цвет на фиолетовый цвет героев на оранжевый и потом еще оранжевые делятся на героев разных сезонов с 1 из 2 из 3 из 4 соответственно и сезон 1 2 3 4 и герой иксов и иксы уже сейчас в принципе делятся но не то что воде иксы сезонов а иксы и определенных моментов ввода так сказать на что здесь для начала для начала мы сразу же забываем про то существование синих зеленых и фиолетовых героев боевых на биту кроме некоторых допустим там вот такого плана которые герои водились недавно для сбора все все остальные герои синий зеленый фиолетовый это по сути мясо мы используем этих героев и их жетоны для того чтобы открывать навыки золотым героем делать их обмен этих медалек на медаль для прокачки навыков героев и все то есть дальше они вам не нужны нет никаких нормальных связок с этими героями и в нашей игре пока еще на момент записи видео нет ничего такого где бы эти герои фигурировали могли сказать что они классные крутые нет все золотые герои лучше фиолетовых синих зеленых это самое главное правило причем даже не при при максимальной даже не при максимальной прокачки они возможно будут сильнее вот поэтому вы ими вы ими побегать только самом начале игры потом вам по выпадают стандартные рыжие герои на него потихоньку и будете качать они у вас вытеснят их все поэтому здесь сразу же не заморачиваемся вот что еще здесь дальше вас появляются соответственно героя с сезона героя x разница у них тоже есть в принципе любой герой с сезона если он полностью прокачен будет сильнее стандартного героя таких героев прокачивать сложнее потому что на героев с и x уже нужны на полезные навыки а точнее на последние три навык номер шесть номер семь номер восемь уже нужны дубли этих же героев да то есть нужно точно такой же герой чтобы разблокировать этот навык для стандартных героев нужно просто медаль легендарного героя любая подойдет здесь нужно и дубль и определенное количество медали что сложнее уже с тестов прокачки поэтому соответственно люди и копят купоны чтобы их достать а мы плавно перейдем хоть и не совсем тему про героев но к найму этих героев на существует вот такие вот наймы я думаю все прекрасно понимаю да то есть обычный найм продвинутый и супер на нас есть три вида купонов синий фиолетовый и золотой что здесь можно посмотреть какие герои как видите в во всех наймах будут тоже легендарные герои то есть оранжевый почему все очень просто даже в синем найме очень часто такое ну и часто но периодически встречаешь за когда игрок показывает что вот я там использовал синий купон бесплатный а мне выпал оранжевый герой пожалуйста ребят здесь есть вот такая вот вещь сейчас я вам даже покажу просто обычный найм шанс выпадения оранжевого героя здесь два сотых до я так понимаю до 2 сотых процента то есть он все равно вам иногда здесь может упасть у меня тоже здесь падал оранжевый герой на самом деле круто почему не халява халява лишняя медаль вот но здесь он тоже есть поэтому можете вот здесь нажмете в нами ознакомиться с процентов к и шансов выпадения героев вот соответственно ну мы здесь используем это все для того чтобы по четвергам до выполнить гонки но для чего копятся купоны существует вот такой вот супер найм да здесь есть можно один раз нанять использовав один купон сейчас мы здесь проклацаем вот соответственно и использовал 10 купонов совершить сразу 11 наймов да то есть мы видим плюс один то есть вам будет за 10 купонов скрываться 11 карточек и там будут соответственно какие-то герои что здесь когда вы используете 10 купонов это еще не значит вы получаете рыжего героя оранжевого либо даже героя с сезона нет этого никогда не будет здесь вам сразу написано что при найме 10 вы получаете гарантированно либо одного эпического либо легендарного как минимум одного то есть принципе вам могут выпасть все синие и один фиолетовый за 10 купонов супер найма это печально но такой есть вам может выпать не знаю три стандартных может четыре в принципе я больше на четырех пока за раз не видел может даже пять вот соответственно ребята копят эти купоны чтобы когда открывается сезонный найм да когда там будут уже герои с а нам нужно и герои и дублик ним то есть дубликаты до одинаковые вот мы соответственно собираем много купонов определяемся в каком нами в каком сезоне мы решаем их вскрывать вам среднем будет нужно 100 купонов на собирать чтобы получить какого-нибудь героя с либо их сезона а соответственно если вам нужно открыть ему все навыки вам еще нужно три дубля вот считайте что в принципе у вас в общем и целом будет уходить 400 купонов на одного героя чтобы собрать одного но будьте готовы к тому что у нас нет наймов с одним героем там всегда их будет 3 4 иногда 2 соответственно вам может выпасть другой герой поэтому еще плюс 100 купонов и поэтому все в среднем выходит на количество в тысячу купонов для того чтобы собрать себе конь точно одного героя либо двух словах и вот и соответственно уже дальше заниматься развитием их либо там к точку выпадал плюс награды и так далее ну в общем это уже мы отклоняемся много тем поэтому по героям ребят как уже сказал он особенно по боевым вы не заморачивайтесь насчет других цветов качаете всех оранжевых потихоньку их рассаживать по бтром потихоньку им открываете навыки купоны купоны самое главное не сливайте просто так вот здесь по одному купону лучше не сливать вообще если вам нужны стандартные рыжие герои но накопите вы хотя бы там 20 купонов 30 купонов самом начале игры я имею в самом самом начале вскройте эти 30 30 штук там 40 за один раз когда у вас там в четверг гонка будет вам однозначно выпадут определенное количество оранжевых героев стандартных в среднем у меня наверное за сотку в найме иксов выходила 7-10 обычных рыжих героев на то есть которые вам будут нужны за 100 купонов я в принципе видите сколько мог получить у вас будет то же самое то есть за 10 вам скорее всего выпадет либо не выпадет можно же 2 выпасть и может не выпасть ничего за 40 вы себе гарантированно там пальчику стандартных выцепить если они вам нужны но в идеале конечно копите купоны на сезонных героев которые все равно потом будут однозначно у вас они по-любому будут сильнее ваших стандартных если их прокачать полностью но если у вас их не будет они будут ваших соперников а здесь если вы хотите побеждать сами понимаете герои очень и очень нужны на этом у меня все увидимся в новых видосах пока пока